МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эмиль Дамирович, давайте разъясним нашим теледрителям, что же собой представляет теневая занятость и какие виды существуют. Теневая занятость – это в первую очередь процедура, когда человек выполняет определенную работу в организации либо работает на работодателя без заключения трудового договора, то есть осуществляет эту работу неофициально. Ну и, соответственно, этому человеку грозит быть менее социально защищенным, чем люди, которые официально трудоустроены. А какую-то административную ответственность он несет, если он работает неофициально? Это значит, что у него нет трудовой книжки. А административные нарушения какие-либо? Ну, административные нарушения в большей степени касаются все-таки работодателей, потому что у самого работника зачастую не бывает выбора. Потому что если человек потерял работу, либо ему необходимо срочно трудоустроиться для осуществления жизнедеятельности, как правило, это бывает, он обращается к работодателю, а работодатель предлагает неофициальное трудоустройство. И не имея альтернативы, человек соглашается. Тут, я думаю, что деятельность органов государственной власти и муниципальных служб нужно направить на все-таки профилактику в сфере работодателей. Потому что как раз их действие подпадает под, нарушает 419-ю, по-моему, статью Трудового кодекса Российской Федерации, который как раз экзаментирует дисциплинарную, административную, гражданско-правую и даже уголовную ответственность. И если детально говорить об этом вопросе, то если говорить об административной ответственности, то люди, которые осуществляют свою деятельность, предпринимательскую деятельность без регистрации юридического лица, им грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Должностные лица могут понести штраф от 10 до 20 тысяч рублей. И юрлицам грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Если они берут на работу человека, который официально не зарегистрирован. Да. В этом случае штрафуют. Без заключения трудового договора. А если человек, который пришел устроиться на работу, он хочет официального трудоустройства, но работодатель берет его вот в такую теневую деятельность, что делать в этом случае? Куда обращаться работнику? Ну, я вот скажу за администрацию города Симферополя. У нас создана специальная рабочая группа. Координатором этой рабочей группы профильная занимается департамент труда социальной защиты. Как раз таки эта рабочая группа занимается сбором информации. То есть она аккумулирует информацию под таким нарушением. Эта информация передается в профильную комиссию, рассматривается на ней. Эти руководители, которые предлагают такие условия труда, приглашаются на эту комиссию, заслушиваются. И информация аккумулированная, вот эти комиссии, передается в профильные службы, это контрольно-надзорные, это прокуратура, органы прокуратуры и инспекции по труду. Для того, чтобы защитить право работника? Совершенно верно. И тут мы говорим и о профилактике, и о защите прав непосредственно. Но многие думают, что теневая деятельность, она наиболее выгодна работнику, потому что у него есть такой дополнительный, скажем так, заработок, да? Получается, что это выгодно и работодателю в какой-то мере? Да, существует такое, бытует такое мнение, потому что, ну, вот объясню на понятном языке, допустим, вот эти нелегальные доходы, постоянное перемещение прибыли, вскрытие от налоговых органов финансовых потоков приводит к так называемому сжатию налогооблагаемой базы. Это приводит к увеличению нагрузки на добросовестных работодателей и добросовестных налогоплательщиков. Получается, что, получается, вот если условно поделить население региона на два основных лагеря, это добросовестные налогоплательщики и недобросовестные налогоплательщики. Если вторые не платят налоги, то нагрузка ложится на первых, да. И это особенно актуально, ну, и это провоцирует предпринимателей добросовестных уходить в тень. Это особенно актуально для Республики Крым, потому что Республика Крым имеет сезонный характер работы. Предприниматели, которые работают в сезон, это обычно 2-3 месяца. Основной пик трудовой деятельности и прибыль основную они получают 2-3 месяца в году. Поэтому задачу ставить перед собой заработать как можно больше денег, при этом минимизировать расходы, и в том числе расходы на обязательные платежи, это пенсионные платежи и платежи социального страхования на своих наемных работников. Поэтому зачастую предприниматель на этот срок не желает официально туда устраивать работника. Ну, на короткий срок ему невыгодно это получается. Да, а государственные органы власти, государственные органы власти трудно проконтролировать эту ситуацию, потому что в сезонный период появляется очень много предпринимателей, которые осуществляют такую деятельность, и очень короткий срок их деятельности, поэтому просто физически госорганы не могут отследить эту ситуацию. Ну, получается, что работники, которые трудоустроены неофициально, они не защищают свои права прежде всего, они находятся вот в такой зоне риска. Если случится какая-то травма на работе, то работодатель, он не будет никоим образом оплачивать? Совершенно правильно вы говорите, что человеку не оплачиваются больничные листы, не оплачиваются отпускные расходы, не оплачиваются расходы, связанные с травматизмом на предприятиях. Есть определенные виды заболеваний, связанные с непосредственной деятельностью трудовой. Также эти расходы не оплачиваются. Кроме того, не оплачиваются расходы, могут быть не оплачиваны расходы на получение образования, на рождение ребенка и так далее. И же банально, даже можно сказать, что при любом конфликте с начальником, человек может потерять просто заработную плату. Ну и, конечно же, нет выплат потом в дальнейшем в пенсионный фонд. Да, и совершенно верно, он теряет право на получение достойной пенсии. Нет определенного стажа работы? Да, будет получать минимальную пенсию. А если же у человека есть основное место работы официально, где он зарегистрирован, однако есть еще и возможность подработки, будет ли считаться вот эта подработка теневой занятостью? По моему мнению, можно отнести такие обстоятельства к теневой занятости, потому что человек должен в любом случае... То есть считается? Да, я считаю, что считается. Человек должен в любом случае зафиксировать эти заработки. Это хорошо и для государства, и для человека в первую очередь. Ну, можно зарегистрироваться как самозанятым. Получается, если человек работает на одной работе официально зарегистрированной, там полагается работа 8 часов рабочего дня. Тогда, если он зарегистрируется и здесь, даже на полставки, то тут полагается тоже хотя бы 4 часа рабочего дня. Ну, как можно будет совмещать? Если он не хочет оставаться в тени и все это легализировать, как это возможно? Совмещать практически невозможно. Но, как я говорю, человек может зарегистрировать себя как самозанятого. Это другой вид налогообложения, намного проще, намного эффективнее. А за самозанятость идет какой-то стаж работы? Учитывается ли это в дальнейшем? Стаж работы не совсем учитывается, но человек вносит обязательные платежи и в пенсионный фонд, и в фонд социального страхования. Это все сказывается в дальнейшем, будет сказываться на его уровне пенсионного обеспечения. А где регистрировать? Ему самому нужно обращаться в какие-то службы? Да, всецело этим вопросом занимаются органы федеральной налоговой службы. Процедура очень простая. Человек может зарегистрировать себя как самозанятый через предложение «Мой налог», либо создать кабинет свой лично электронный на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Понятно. Спасибо. Эмиль Домирович, мы узнали у крымчан, что они думают по поводу теневой занятости. Давайте посмотрим, а потом продолжим беседу. Я думаю, что, во-первых, это уход от налогов, то есть бюджет недополучит свои налоги, недополучит свои пенсии или какие-то выплаты, социальные слои, которые сидят на дополнительных компенсациях от государства. Ну, я так понимаю, что это может отразиться и на моей собственной пенсии, и вообще на благополучие нашей страны. Я думаю, что так. Времена студенческие работы, получается, тоже не выплачивали деньги, обманывали, обещали все потом, потом, ну и все как бы. Я думаю, что риски в основном не у тех, кто работает, а у работодателей. Сама неофициально работала, в какой-то промежуток времени не поняла, что на свой страх и риск работаю, и я уволилась. Раздавали листовки, потом не дали деньги. Расклеивали листовки, тоже не дали деньги. Устраивались с курьерами, тоже бывало такое, что приехал не вовремя на доставку, не давали деньги. Неофициальное трудоустройство, оно имеет место быть, но только если работать с теми людьми, которые вас не подведут, то есть знакомые, а работать на кого-то, тех, кого не знаешь, во-первых, это большой риск. Эмиль Дамирович, мы посмотрели Блицы, наверное, все-таки лучше зарегистрировать свое место работы для того, чтобы быть социально защищенным, потому что во время карантина люди, которые были официально трудоустроены и потеряли работу, они получили определенные выплаты. Однако те, кто не был трудоустроен официально, они оказались социально незащищенными. Вот что делать, чтобы избежать вот таких моментов? Я не совсем считаю, что люди, которые оказались без работы в режиме введения ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, государством все-таки оказывала социальная поддержка такой категории населения. Например, люди, которые потеряли рабочие места, им выплачивалось пособие в размере установленного минимального уровня оплаты труда. Кроме того, люди получали пособие на детей несовершеннолетних, если такие имеются. Но вы правы, что это в основном коснулось людей, которые были официально трудоустроены, люди, которые не смогли подтвердить отсутствие работы или потерю работы документально. Такие люди получали также пособие, но гораздо меньше. В каком размере? Порядка 4 тысяч рублей, 4,5 тысяч рублей. А те, кто был трудоустроен и потерял работу? Около 12 тысяч рублей. Плюс 3,5 тысяч на каждого ребенка. Скажите, пожалуйста, как вы видите решение проблем выплаты зарплаты в конвертах? Дело в том, что у нас существует большое количество органов государственной власти служб, которые проводят работу по профилактике и по пресечению такой деятельности, выдаче зарплаты в конвертах и так далее. Это и органы прокуратуры, это инспекции по труду, это департамент труда и социальной защиты населения, это органы пенсионного фонда, фонда социального страхования, и ассоциации профсоюзов и так далее. Но работа по противодействию такой деятельности, она имеет комплексный характер. И, конечно же, каждый орган по отдельности не может осуществлять эту деятельность самостоятельно, но эффективно. Поэтому эту деятельность нужно постоянно координировать. Этой деятельности необходим контроль, постоянный контроль. Кто занимается контролем? Правоприменительной деятельностью. С 2015 года в администрации города Симферополя проводили свою работу специальная межверситетная комиссия, куда входят эти перечисленные мной организации. Как раз-таки эта комиссия занимается и контролем, и мониторингом этой деятельности, и координирует деятельность всех этих органов. Получает необходимую информацию из пенсионного фонда, из центра занятости. Аккумулирует информацию. Те работодатели, которые проводят такую работу, приглашаются на комиссию, заслушиваются. Если подтверждается факт нарушения с их стороны, то материал направляется в органы прокуратуры и инспекцию для дальнейшей деятельности. Эмилин Домирович, если же права на работе, на официальной работе, права работника каким-то образом ущемляются, куда ему обращаться и в какой форме это все делается? Какие-то записки служебные, либо же официальное обращение в органы? Несколько форм обращений имеет право провести человек. Во-первых, официально обратиться в органы власти. Какие инстанции? Это же прокуратура, инспекция. Очень эффективный способ обратиться в межведомственную комиссию, о которой я говорил. Инспекция по охране труда? Инспекция по труду. И человек может обратиться как официально, так и неофициально. Даже если он обратился неофициально, информация все равно проверяется. Неофициально? Это анонимно вы имеете? Да, можно даже анонимно. Информация принимается, обрабатывается и также применяется мер реагирования. Особенно, если эти факты подтверждаются. Вот что касается магазинов, когда люди у себя во дворе устраивают такие мини-магазины, точки продаж. Вот в этом случае это тоже относится к теневой занятости? Или вот как это расценивается? Ну, тут и мы имеем и теневую занятость, тут и уклонение от уплаты налогов. Мы видим, если, допустим, они неофициально оформили торговый объект. Ну, тут все в комплексе. Как раз-таки вот Департамент труда и соцзащиты и вот эта межведомственная комиссия определяет вот такую категорию граждан. Наиболее проблемная зона. Скрытые доходы у них. Да, скрытые доходы. Потому что большинство предприятий в городе Сиферополе стараются добросовестно проводить эту деятельность и проводить деятельность в законодательном поле. Но очень много предпринимателей, скажем так, которые стараются нарушать. И вот администрации постоянно проводится разъяснительная работа как раз-таки вот в этих случаях. Это торговые ряды, это, допустим, рынок привоз. Это... Сдачи квартир. Это тоже относится к этому? Сдачи квартир тоже относится, да. Кстати, для сдачи квартир очень удобный способ. Вот как раз-таки люди, которые занимаются сдачей недвижимости или предоставлением в аренду, могут зарегистрировать себя как самозанятые и платить налог не с дохода, а платить налог с профессиональной деятельности. Этот налог намного меньше и намного эффективнее. При этом, как я уже говорил, этот человек, который сдаёт жильё в аренду, может быть трудоустроен в другой организации и зарегистрировать себя как самозанятый и получать доход официальный от сдачи в аренду недвижимости. При этом этот человек имеет возможность официально обращаться за защитой нарушенных прав в правоохранительные и судебные органы. То есть официально, не боясь выявить свой нелегальный заработок. Понятно. И напоследок, ваши пожелания нашим соотечественникам? Как я уже говорил, социальная защита каждого человека и официальное трудоустройство — это взаимозависимые друг от друга процессы. И от того, как человек в каких отношениях трудовых состоит с работодателем, официальных или неофициальных, будет зависеть в дальнейшем социальное обеспечение, пенсионное обеспечение этого человека. Поэтому каждый человек должен обязательно стремиться к официальному трудоустройству. Спасибо вам за ваши ответы. Это была программа «Истина». Берегите себя, знайте свои права и оставайтесь с нами. Всего хорошего. Продолжение следует...